Привет! Это ежедневные новости о Доме-2. На канале смотрим с Брагиной. Итак, что же новенького произошло у домовцев за этот день? Захар Соленко не может решить, с кем строить отношения, с Яной или с Алиной. Но с Яной он уже целовался. Милена Безбородова обижена на журналиста Антона Бекужева. Недавно они поскандалили на шоу «Бородина против Бузовой». Милена пишет, что Антон самый мерзкий человек. Она советует всем держаться от него подальше, у него в голове что-то не так. Проект покинула Вика Алонова. Она намекнула на свой уход в Инстаграм. А вот пополнить ряды домовцев могут Настя Болинская с Алексеем Кудряшовым и Розалия Райсон с Шабариным. Они сами об этом написали, типа сомневаются, спрашивают совета. Вернуться на Дом-2 всё-таки надумала Алена Рапунцель. Скоро она полетит во Владивосток, повидаться с друзьями и родными. А потом собирается в эфирах наладить отношения с Ебаровым. На проект собираются также Катя Токарева и Юра Слободян. Но на свой польский проект, который называется «Большой брат». Катя пишет, что они специально приехали в Польшу, чтобы выучить польский и пойти на это шоу. Валера Блеменкранц и Аня Брянская уже разошлись. Они прожили вместе всего один день. Ане не понравились ночные загулы Валеры в компании Саленко. Оля Рапунцель публикует фотографии с прогулки. Подписчики раскритиковали её за нелепую шапочку для малышки. И Рапунцель старше и досталась от зрителей. Её критикуют за нелепые наряды. У бабки весна наступила, пишут. Она себе дедушку ищет. Татьяну, наверное, бесплатно одевает детский мир. Поэтому у неё наряды как на утренник. Алена Ашмарина кардинально сменила имидж. Ольга Орлова поздравила сына Артёма с 18-летием. Написала очень трогательный пост. Дарья Пынцель показала идеальный овал лица и свою новую шейку. Ей разрешили наконец-то снимать ненадолго повязку. Катя Жужа с дочкой путешествует по Америке. И поговаривают, что в Лас-Вегасе она официально вышла замуж. За юного сына миллионера Артёма Маркелова. Но это только слухи, сама Жужа молчит. Личную жизнь не афиширует. Рома Гриценко нашёл нового сожителя. На этот раз мужского пола. Рома и Давид Анташвили живут вместе в одной съёмной квартире в Москве. Своего нового бойфренда показала Кристина Лисковец. Он её наставник. Они вместе работают в сетевой компании по продаже порошков-пердушек. Ребята много путешествуют, но и неплохо смотрятся вместе. А Тата Блюмингранц, поговаривают, совсем на мели. Она опубликовала видео из какой-то забегаловки, где маленькая Бетти сидела прямо в верхней одежде и сживала сухую лепёшку. Но на самом деле Тата востребована как фотомодель. Судя по её снимкам в Инстаграм, девушка забалена работой. Она постоянно делает крутые и недешёвые фотосессии. Это все новости Дома-2 на сегодня. Подписывайтесь на мой канал и будем смотреть Дом-2 вместе. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Продолжение следует...